Когда мы грузили, мне казалось, что всё намного больше. Пока мы это собирали, пока мы это грузили, пока мы всё это делали, тут очень быстро как-то несколько подходов всё занесли. В общем, я нигде это не анонсировала, не афишировала, не выкладывала ни в какие соцсети новости о том, что мы переехали. Вот. Собственно, сейчас вы об этом узнаете, и я думаю снять такую серию роликов. Во-первых, сейчас мы переезжаем, да, то есть это влог о том, как мы разгружаем, о том, как я организовываю. Я на самом деле уважаю смотреть такие видео, когда люди переезжают, и вот смотреть, что они покупают для дома, как они всё на кухне расставляют по полочкам. В общем, на кухне мы толком ничего не прибрали, просто вытащили то, что нам понадобится, там вода, кружки, элементарно тут полотенце. Достала полотенце, чтобы хоть руки вытереть. Здесь чайник отмыли, ну, конечно, чайник здесь не очень, в общем, тут какие-то сковороды, потому что это индукционная плита, и не все сковородки. У нас классный тефалецкий набор, но я сомневаюсь, что он сюда подойдёт. В комнате тоже пока хотя бы поставили стол и туалетный столик. Доброе утро, страна. Я немножко припухшая, потому что поздно легли, рано стали. Ну и вообще, для меня сон, это, наверное, 90% моей жизни, если я не высыпаюсь, что бывает, конечно, практически всегда, но, как бы, когда ты не высыпаешься на 20% или на 90%, это разные вещи, и вся неделя была очень загружена. Ну, в общем, вот эта история про переезд, я думаю, она всем известна, слава богу, мы переезжаем в своём ещё городе и никуда из города не выехали, но всё равно тяжело. В общем, я сейчас столкнулась с проблемой, я уже собралась, накрасилась, позавтракала. Проблема номер один. Она единственная пока, на данный момент. Я не могу найти расчёску. Я помню, что я убирала всё, что было в столе, расчёска была в столе, в коробку. Но, блин, этих коробок так много, они одни на одну, я не помню, в какой из них. Надо будет сегодня ещё довезти все вещи и одеяло привезти своё, потому что тут есть одеяло, есть подушки, но как-то такие средства гигиены, я считаю, что лучше своё привезти, тем более, если оно есть. Такая прелесть, знаете, быть очень высоко, потому что тебе видно, как бы, состояние вообще природы, состояние погоды. Ты видишь небо, ты видишь силу ветра, да, как деревья сверху ходят, шатаются, видишь, как люди одеты, ну, в целом, как бы, так примерно картину оцениваешь, потому что на первом этаже, ладно, если это первый этаж, вот, например, как вот здесь первый этаж, или вот я напротив смотрю дом, открытые окна, всё замечательно. Но у нас что с одной стороны, что с другой, у нас были деревья. С моей стороны в комнате и со стороны родителей были просто вот деревья по второй этаж, наверное. Сегодня утром у нас же там шторы, ну, не шторы, а как они называются, рулонки, но они прозрачные, потому что у нас, допустим, дома прозрачность 90%, о, 10%, то есть они вообще днём закроешь, будет темно, а здесь они прозрачные, ну, у нас ещё не были закрыты. И, в общем, мы проснулись, светло, Вадя говорит, доброе утро, я говорю, доброе, встаём, он берёт телефон и такой, говорит, а что, время 6 утра? И я говорю, да, ну ладно, ложимся спать. Я говорю, в общем, мы легли спать, но, я не знаю, так забавно, мы никогда так не рано не просыпались, потому что привыкли, что темно всегда, всегда шторы закрывают, и даже в 12 часов дня будет темно, а тут вот прям почти с рассветом. Закончился рабочий день, время уже 9 часов на самом деле, закончился он давно, но поскольку у меня был день рождения недавно, и плюс к тому у моего коллеги день рождения со мной в один день, вот, это очень редкое событие, и, в общем, мы праздновали в пятницу вечером небольшим нашим коллективом. Мы заехали домой, забрали вещи, вот, все в машине, это, ну, цветы, это, которые мне были подарены на день рождения, там, два букета, они очень большие, красивые, поэтому мы их забрали, и также вот тут вот Вадик забрал чайник, мы заказывали в интернете, и тут вот большие сумки, весь багажник забит вещами с одеждой, то есть я не искала никакие сумки, просто огромные пакеты взяла, никакие коробки, и туда засунула все вещи, которые у меня были. Уже вот практически полночь, полный ходом уборка, вот, я помыла, в общем, фасад верхних шкафов, шкафов всех и внутри, это вот все, что было оставлено от хозяйки, ну, плюс еще, конечно, внизу, вот, я пока достала, из этого всего я тут оставлю, может, пару кружек, хотя у нас кружки есть свои, тогда, короче, это все нужно будет убрать, вот, и помыла все внутри, потому что все равно вот на верхних полках было очень много пыли. Я не думала, что так будет сложно определиться, куда еще складывать, что дома как-то оно все лежит уже примерно, только порядки нагонишь, и все. Флизелин, я читаю базилин. Флизелин, метела. Я читаю базилин, да. Это как-то связано с тем, что мы нашли презерватив на холодильнике. Из всего, что за сегодня было, я вам покажу сейчас две вещи, которые мы купили. Первое, это вот такие вот контейнеры, не знаю, как их назвать. Сзади вот они идут на колесиках, чтобы, если что, это можно было подогнать к тебе. В общем, здесь я буду хранить морковку с чесноком и картошку. В темноте стоит, если надо, достал, очень удобно, они такие вот небольшие, с дырками, чтобы не было там сырости, все проветривалось. Вот, если что, просто вытирать, если будет что-то, какая-то грязь сыпаться. В общем, я продолжаю заниматься. Вадим сейчас будет готовить ужин, именно тот самый Удон. И, в общем-то, что я вам показать-то из сегодняшнего, всего, что я сделала, это только разложила, так как у нас еще ничего не посуды. Мы сейчас из дома взяли пару вилок, пару ложек, чтобы кушать. Вот, и все, грубо говоря, здесь я контейнеры буду раскладывать. Но я сегодня просто все вытащила отсюда, вымыла и сложила посуду хозяйки в две коробки, плюс еще одна третья будет, чтобы уже наконец-то начать закладывать все свое. Если так смотреть, прям идеально. Ну, я к тому, что все разобрали наконец-то, все расставили, а потом так хоп сюда, хоп сюда, хоп туда. Но, главное, все, в общем, с кухней разобрались, здесь просто булки, хлеб, печенье, ну, вот это в ванную надо унести, конфеты там. В общем, это просто надо до ума довести, да, красиво расставить. Здесь кастрюли, ну, вот и вершлаг заодно, еще волк в холодильнике. Здесь маленький ящик под духовым шкафом, сюда сложила такие вот мелкие какие-то вещи, прихватки, пакеты для льда, тряпки какие-то, ложки, вилки, пакеты, точилка, тут салфетки. Вот от этого избавлюсь, то есть я хочу сюда какую-то, ну, как стакан называется, да, чтобы сюда поставить, там, щипцы, вот такие штуки, силиконовые штуки, в общем, все такое, что можно в стакан поставить, и вот его где-то вот тут держать, чтобы готовить. В общем, мне не очень нравится, когда вот открываешь, и тут копна, и ничего непонятно, все доставать надо, здесь все будет очень удобно. Здесь вот еще такая интересная ситуация, здесь есть еще один ящик, и тоже с, как сказать, ну, вот такая штука, да, для посуды. Я планирую сюда поставить те тарелки и те кружки, которыми мы пользуемся на постоянке, потому что, как оказалось, намного удобнее доставать отсюда кружки и тарелки, чем, скажем так, вот эту вот штуку поднимать и доставать. Здесь контейнеры все сложила, благо вот это я очень люблю, и этого много. Это блендер хозяйки, у нас тоже точно такой же дом у родителей, так что очень круто. Мерный стаканчик, один ландбокс, другой ландбокс, форма для кексов, вот такой очень удобный контейнер топперваровский, там, для молока или для каких-то жидкостей, очень прикольный. Здесь есть, вот, измерительная чаша заодно, да, если какая-то там какие-то жидкости нужны будут или еще что-то. И внутри точно такой же, только маленький голубенький. Очень удобно какие-то, какую-то жижу наливать. Тут пусто. Пакет с пакетами, конечно, даже под него отдельный шкаф выделила. Всем доброе утро, я, как всегда, в походных условиях записываю какие-то кусочки. Сейчас я крашусь на работу и, в общем, решила немножечко с вами поболтать, потому что включения у меня были такие чисто, знаете, механические. То есть, там убрала, здесь убрала, отчиталась. Ну, мне просто, когда, я думаю, люди, которые переезжают, меня поймут, когда-то тебе нужно разложить тысячу и одну сумку, и ты не понимаешь вообще, с чего начать, чем закончить, и где здесь конец, где вообще. Кажется, что все больше еще становится вещей, сумок, ты приходишь из магазина, там, еще что-то приносишь. Что за противный звук? И, в общем-то, ну, нет времени особо зацикливаться и снимать то, как ты разбираешь, потому что это очень стандартный процесс. Вот, и я показываю просто результат, потому что это интересно, как мне кажется, посмотреть, что как организовано у человека. Кстати, вчера сделали заказ на кругленькую сумму из Икеи, потому что у нас, по сути, ну, нет никакой посуды. Вот, мне понравились варианты в Икеи, я считаю, что она достаточно симпатичная, очень бюджетная, и, в общем-то, я взяла наборы сразу для приема гостей. Там вот есть наборы, там, 1900, 1400, с набором определенной посуды, там, 18 предметов, например. Вы найдите, пожалуйста, отдельно каждый предмет, сколько он стоит, там, таких 6 тарелок, таких 6 тарелок, таких 6 тарелок. Вот вы найдите отдельно каждую тарелку, посмотрите стоимость и сложите, получается, дешевле на 100, что ли, с чем-то рублей. Из тех наборов, которые были представлены, мне не понравились тарелки, поэтому я взяла другие. Кстати, что мне понравилось в Икеи, отключемся на секундочку опять, это то, что они сделали доставку теперь из интернет-магазина. То есть раньше можно было просто смотреть, собирать корзину, распечатать ее и прийти в магазин оффлайн, да, и купить. Сейчас очень круто сделали, можно прям оформить заказ на сайте Икеи, выбрать ближайший магазин, который есть. Но у нас, например, это либо Уфа, либо ЕКБ, но из Уфы дешевле, ну, как дешевле, ближе. Я не знаю, с какой транспортной компанией они сотрудничают, но они не отправляют почтой, и они не отправляются в пункт выдачи. То есть вы оформляете, и вам посылка сразу приходит домой, то есть там до двери написано, до офиса, то есть до квартиры непосредственно, где вам надо, короче, получить посылку, там вы получите. Хотите на работе, получите на работе. Вот моя походная косметичка. Просто вот, я уже о ней сто раз рассказывала, в нее сколько ни впихни, все вылезает. Вот так. Тут кисти. И здесь там салфетки, если что, для снятия, спонжи и еще одна кисточка. Вот она, я в теплой кофте, поскольку у нас холодно. Пошла на работу. Салфетки. 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 Салфетки.